Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы поговорим о логических элементах. Это у нас будет лекция номер десять. В алгебре логики есть суждение, а какой-то деятельности обозначает символом один, а если нету ничего, ложность символом ноль. Таким образом, логические переменные в алгебре логики принимают лишь два значения, единицу и ноль. Их называют двоичными переменами. Почему это так? Потому что наша вычислительная машина не понимает других сигналов, кроме того, как два тока есть, то есть один или нет, то есть ноль. Поэтому в простейшем функциональном отношении логическое устройство, выполняющее одну определенную логическую операцию, над входными сигналами называют логическим элементом. Наибольшее распространение получили потенциальные логические элементы, в которых логические единицы и логические ноль представляют в виде напряжения различного уровня. Значит, какие у нас логические элементы бывают? Операция и логическое умножение, конъюнкция называется, или по-английски end, или логическое сложение, дизюнкция, или по-английски or, и нелогическое отрицание, инверсия, not. Значит, рассмотрим на примере рисунка 6.1 элемент i. Значит, еще он состоит у нас элемент. Я здесь еще хочу вас обратить внимание, что вот здесь вот, значит, показано. Это система, которая применяется, так скажем, в СНГ или России. Это же система, которая применяется у нас в западно-зарубежных странах. Значит, элементы, обозначение. Что оно означает? Если на входе сигнала x1 0 и на входе сигнала x2 0, то на выходе i будет 0. То есть, в любом значении, когда на одном входе есть 0, а на втором входе есть единица, все равно будет 0. То есть, в данном случае элементы обозначают, что должно быть именно две единицы. То есть, i и i. Вот так вот. Значит, следующее у нас, вот здесь можете посмотреть таблицу истинности. Вот это у нас называется таблица истинности элементов. 2 0 0 1 0 0 0 1 0 и 1 и 1 будет 1. Значит, что у нас выходит? Логическая единица появляется на выходе y элемента только при наличии единицы на первом входе и на втором входах тоже. В трех остальных случаях на выходе y будут нули. И таблица является таблицей соответствия между сигналами на входе и выходе логического элемента i. Элемент i может иметь два и более входов, но только один выход. Посмотрите на этой схеме, значит, что у нас здесь показано. То есть, что более подробно было. Берем пирог. Это что он говорит? Значит, у нас должно быть как? Ключ 1. Ключ разомкнутый. 0. Что происходит у нас? Ламочка не горит. То есть, 1, 0. Что происходит? 0. Если у нас здесь будет... Вот так, берем мы... Так, замыкаем цепь контакта. Единица, что происходит? По питанию 1, 1. У нас ламочка загорается. То есть, 1, 1 и на выходе будет 1. То есть, в любом разе должно быть обе. x1, x2. Если даже элемент будет еще x3. Вот так, такой вот x3 элемент. То они все должны что-нибудь у нас? Единички. Чтоб на y получилась единица. Если один из элементов будет 0. То и на выходе у нас получается 0. Таблица, если здесь вот здесь показана. У нас x1, x2, y0, 0, 0, 0. Только когда и x1, и x2, и x3, допустим, в данном случае, имеют единицы. Тогда у нас на y на выходе будет 0. Обозначает элемент, вот этот элемент, dd, 1, 2. Как вы видите. Следующий у нас элемент или. Этот элемент или, значит, так же российский, зарубежный. В жучке, так скажем. Значит, или. x1, 1 или x2, 1 будет всегда на выходе 1. x1, 0, x2, 1 на выходе 1. То есть, или x1, или x2. Логическая таблица истинности мы посмотрим с вами x1, x2. Значит, когда у нас и 0, 0, 1. Здесь появляется на входе 1 единица. x2, 0 на выходе будет единица. Также здесь x1, 0. x2, 1 на выходе будет единица. Оба единицы будет единица. Значит, это что раз подразумевается? Значит, логическая единица появляется на выходе y элемента или. При наличии единицы хотя бы на одной из входов. x1, x2. Или на обоих входах. Если на обоих входах будут нули, то на выходе тоже будет 0. Элемент или может иметь два и более входов, но только один выход. Вот здесь посмотрим, как она располагается. Значит, если у нас первый ключ 1, второй ключ 0, то у нас что получается? То протекает вот так вот и у нас лампочка загорается. Лампочка начинает гореть. Правильно. Если у нас этот элемент тоже 1, 1,1, то есть он убирается. Оттуда он потечет, только оттуда потечет. Лампочка опять-таки у нас горит. Но если оба элемента нули, оба нули, то у нас что получается? То есть два элемента 0. Лампочка не горит. То есть это подразумевает то, что если у нас хотя бы есть 1, одна единица, то на выходе обязательно будет единица. Так же и здесь. Если мы много-много сделаем функционально вот так, вот x3, если у нас здесь 0, 0, 0, таблица истинность у нас дает все нули. То есть на выходе будет 0. Если хотя бы у нас 1 будет единица, то на выходе будет 1. Или, или, или. Как вот в данном случае вот эта схема. То есть если мы добавим еще сюда еще один ключик, вот так возьмем, вот добавим ключик какой-нибудь. Вот видите, да, из А. Назовем его 3. То что у нас? В любом из этих состояний, когда есть единица, у нас будет на выходе единица. Элемент обозначается dd2,1. Элемент не. Значит элемент не у нас имеет один вход и один выход. Он меняет уровень сигнала на противоположный. Что это означает? Если у нас на входе x1 сигнал, значит вот это нет. Нет, один у нас уже не выходит, у нас выйдет 0. Поэтому его называют, что элемент не. Вот 1 на выходе, вот эту точку, если вы видите, то на выходе будет 0. Если же на входе будет x0, то обратная составляющая будет единица. Это система российская, это система зарубежная. Таблица истинности соответственно у нас. 1,0, 1,0. Таблица является соответствием между сигналами на входе и выходе логических элементов не. Базовые логические элементы могут объединять логические схемы со сложной логической структурой. Например, существуют элементы и не, или не, 2, или не, 2, и не. И другие выполнены в виде специализированных логических микросхем. Вот. А это у нас показывается этот не. А что у нас получается, когда ключ у нас замыкает, вот этот ключ обратный, обратный идет, отмыкает. И что у нас здесь? Лампочка не горит. То есть элемент нет. Если у нас ключ К1 стал единица, то у нас вот этот ключ отмыкает, на выходе 0. у нас лампочка не будет гореть. Построено вот так. То есть если здесь 0, то что происходит у нас? Обходит вот эту цепь, и у нас соответственно 0 на выходе 1. Лампочка загорается. И таблица естественности, как вы видите, показывает. При Х0 на выходе 1, при Х1 на выходе 0. Элемент обозначается как ДД3.1. В практической работе широко используются комбинации логических элементов, особенно элементы и не, и не, и не. Рассмотрим более подробно контактов элемента схемы 2 или не, которая ниже у нас на рисунке приведена. Вот. Значит, на этом рисунке, как мы видим сейчас, два ключа, два ключа, и нет, Х1, Х2. Если два нуля, два нуля, значит на выходе у нас что, контакт замкнутый, вот он у нас получается что, лампочка горит, на выходе 1. Если у нас хотя бы 1,1, а второй 0, то что получается у нас? Размыканница, и лампочка не горит. И также 0,1,0, 1,1, соответственно 0. Потому что в предложении 1,1 должно у нас 1 на выходе быть воздействовать, но так как у нас отрицания нет, есть, выходит 0. Для двух аргументов логические элементы возможность 16 логических функций. В данном рассматривать логические функции, логическая и логическая или логическая, нелогическая и нелогическая или не, и сумма по модулю 2. Там дальше в таблице у нас предъявлено условное обозначение элементов 2 и 2 или не, 2 и не, 2 или нет, исключающие или сумма по модулю 2. И условное обозначение выполнения этими элементами логических операций и также приведены таблицы истинности контактной релейной схемы чтобы вам было более понятно вот она вот эта таблица наша значит когда он это у нас исключающие или видите как написано знак равнять единице значит исключающие или и 10 выход сюда должен быть один но так как у нас исключающий значит здесь будет 0 когда 20 значит исключающий или идет один вот как выглядит условное обозначение 2 и видите да таблицы истинности чем у нас дает и условное обозначение x1 x2 или вот таким прямо стоит x1 на из 2 контакт релейная схема как вы можете заметить и и и что получается 2 и на выходе замыкается цель 2 или 2 или чё нас таблицы истинности можете посмотреть x1 плюс x2 или обозначение от 2 или вот такого тут идет но это сейчас уже редко применяется в основном в основном вот так применять здесь можете посмотреть контактной релейную схему ключ x1 ключ x2 когда и x1 зажигается или x1 будет тоже горит то есть таблицы здесь у нас когда есть одна единица обязательно на выходе будет нет отрицания то есть 0 1 и 1 0 на выходе вот это у нас газ вот это у нас показ отрицания условно обозначение вы можете увидеть условно обозначение обязательно чтобы x потому может быть а б любой если сверху стоит вот такого тут прямо сверху это обозначает что это у нас нет 2 и не значит 2 и не как вы видите сейчас здесь вот опять таки нет стоит 2 и и у нас таблицы есть то есть когда x1 x2 по 0 на выходе чё у нас должен быть 0 но так нет стоит у нас единица здесь тоже должен быть 0 но так как нет стоит должна быть единица здесь тоже сеть 1 и 0 единицы когда 2 единицы то что у нас должно быть единица но у нас нет стоит поэтому обозначили слова вот как она пишется и вот по схеме можете посмотреть как она тут схема . работает единственно здесь но вот это вот у нас исключающий или x1 x2 когда или вы уже знаете один любом есть если любая единица то на выходе должно быть единица но здесь у нас исключающий или так как вот это знак стоит поэтому будет ноль вот ведь 1111 исключает 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 и 200 скучал и вот это у нас схема как она работает следующая рассмотрим следующая задача имею исполняет логический элемент 2 инне сконструирую устройство реализующая операцию 3 инне какая схемочка приведена у нас это уже знаете да dd1 dd 1 2 dd 1 3 все это у нас исключающая схема нет стоит вот теперь вы видят x1 x2 x3 здесь если мы подаем сигналы то на выходе у нас Обязательно исключающий, исключающий, исключающий Ну, это Так, один подали, нуль Сюда пришел, это надо рассчитывать Правда? Ну, это вы сами Рассмотрите потом в домашних условиях И на выходе все три нуля Исключающие здесь должно быть ноль По мере развития Вчислительной техники электронно-логический элемент Совершенствовались Так, дальше мы рассмотрим принципиальную схему Логического элемента 2И На диодах и резисторах Напряжение логическое нуля На выходе элемента равно 0 вольт А напряжение логическое единице минус 5 вольт Внутреннее сопротивление вольт нет и значительно будет сопротивление резистора Ну, это вот эта такая большая схемочка Которая показывает, как у нас В принципе на диодах работает То есть диод один закрывает Если у нас логическое напряжение на минусе 5 вольт А здесь 0 вольт На что у нас получается? Если есть сигнал, то Один диод открывает, второй закрывается Сигнала нет, открывает, закрывается В принципе вот это вот Элементы 2И Показано 2И Вот они, вот эти два диода Это означает элементы 2И Ну, здесь это надо будет вам записать Обязательно лекция Потому что если особенность вольт-амперной характеристики полупородникового кремниевого диода Небольшую мощность вспоминать То при обратном напряжении ток протекает через диод Составляет десятая доля микроампера Напряжение на диоде при протекании через него прямого напряжения тока в десятке миллиампер Равно приблизительно 0,7-0,8 вольт Поэтому определим примерно параметр логического уровня на выходе данного элемента Если на входе действие логический уровень с указанными равными параметрами Если на оба входа подан напряжение логической единицы То точки через диоды ВД1 и ВД2 не протекают И напряжение на выходе элемента При условии, что сопротивление нагрузки значительно больше сопротивления резистра R1 Будет примерно равно напряжению питания Если хотя бы один из входов элемент соединится с минусовым проводом источника питания То на выходе элемента в случае кремниевых диодов будет напряжение 0,7-0,8 вольт Зависит от сопротивления резистора R1 и напряжения источника питания Дальше мы рассмотрим рисунок 1.7 Где приведена схема простого и удобного работы стенда Для исследования диодно-резистивного элемента 2И Здесь еще у нас Приведена схема для исследования диодно-резистивного элемента 2И Для этого элемента напряжение логического нуля на выходе равно 0 вольт А напряжение логической единице равно напряжению минус 0,8-0,7 вольт Вот они, 2 это ВД1, ВД2 диода То есть открывается, лишь закрывается Когда этот открывает, у нас еще открытое прошло Сюда он не пускает Потому что диод работает, как вы знаете, в одном только направлении Также вот эта большая схемочка представлена Где вы можете увидеть, как вот это вольт Вот этот измеритель Потом совершенствование этапов элементной цифровой Было создано логической диодно-транзисторной логики Значит, здесь вот уже в основном все элементы, которые существуют в данный момент Они построены именно на диодно-транзисторной и транзисторной логике Значит, транзисторная логика, как у нас работает На прошлом занятии мы у нас проходили транзистор Это база, эмиттер, коллектор То есть, когда у нас где-то идет логическое открывание База перекрывается или открывается И у нас еще сигнал проходит на Вот отсюда проходит сигнал на Y Когда у нас это открыто Потому что он вот так уходит, он должен на землю попасть И вот здесь у нас логическое 2 и не 2 и не, вот это схематически можно посмотреть Когда есть 1, 1, 1 Что происходит у нас? 1, 1 сигнал База открывается, значит, база открывается А, база закрывается здесь И у нас что? Нет дает сигнал То есть, 2 и нет, 0 То есть, сюда приходит 1, а вот здесь уже будет нет Если здесь приходит 1, здесь уже будет нет, 0 То есть, мы закрывается База закрывается, сигнала нет То есть, приходит 0, открывается база И 1 дает Так Чтобы понять, как 2 и нет, диод транзистор логики Необходимо узнать Какой вид имеет зависимость Тока коллектора транзистора от напряжения базы эмиттер При постоянном напряжении эмиттер-коллектор Это характеристики имеет, например, такой же вид Как и прямая вельт-амперная характеристика полупродникового диода Поэтому я представляю, что для кремниевых транзисторов При напряжении базы эмиттер Прямое напряжение Вольт должен быть не менее 0,5 Вольт Ток цепи коллектора эмиттера И он практически районулю При любых допустимых напряжениях коллектор-эмиттер Транзистор закрыт Сопротивление между коллектором эмиттером Закрытый транзистор ВТ1 Может достигать единиц мегаомма При незначительном увеличении напряжения базы эмиттера По прямому направлению Более 0,5 Вольт Ток коллектора значительно увеличивается И говорят, что транзистор открывается Ну, это когда база открывается Соответственно говорят, что транзистор открывается Диоды Первый и второй диоды И резистор В1 Это следующий рисунок Образуют логический элемент 2И Роль инвертора выполняет транзистор ВТ1 Если транзистор закрыт То ток в цепи плюс источник питания Резистор ВТ2 Коллектор эмиттер Транзистор ВТ1 Минус источника питания Не протекает И напряжение между эмиттерами коллектором Транзистор будет равно Напряжению на зажимах источника питания Сейчас мы ее рассмотрим Так, 1,9 Так, 1,9 Это у нас уже переход транзисторный Показывается Что здесь В транзисторном переходе ПНП-переход Напряжение Транзистор Вот эта база Открывается Эмиттер-коллектор Как этот переход у нас ПН идет Вот отсюда он проходит Так, а это уже на рисунке 1.13 Показывает, как определяется Длительность фронта Входной импульсу ТФ Вот он у нас Длительность импульса Вот это именно Длительность нашего Перехода интегральной Метеросхемы Состояние логической единицы Состояние логического нуля Вот он переходит И также остальные То есть Т1,0 Т0,В1 Т1,0 Т0,В1 Здесь 0,5 Вольт дается И входное напряжение Дельта В